здравствуйте с авторы фильма родовые поместья россии 2020 я вам уже докладываю из поселения сказочный край тоже это краснодарский край от краснодара езды без пробок всего 40 минут это такое молодое поселение ну так без обид но тут многие вопросы с которыми я приехал они пока что просто неуместны то есть надо подождать 5-10 лет и эти вопросы здесь можно будет задавать зато поселение быстро развивается и вот ну как бы с такой виде у меня на заднем плане это пруд вот тут явно по хольцеру там в стороне есть еще кратерный сад по периметру вал но это не только изыски здесь просто по-другому наверное быстро сады и рай не создать потому что вот хозяину которого я сейчас гощу он говорит просто возникает пожар кто-то поджигает и все мгновенно выгорает остановить практически невозможно а вот этот вал позволит остановить расчет на это тут рядом еще есть несколько поселений тоже молодых но тут и эко-поселения вроде здравого и поселения родовых поместьй ну здравое я не поеду потому что это эко-поселение и ну в общем это как это их выбор быть эко-поселением и соответственно а фильм у меня как вы знаете про исключительно про родовые поместья сказочный край позиционирует себя как поселение родовых поместьй здесь здесь тоже есть люди которые не в этой идее ну или же не хотят признавать что они в этой идее но их здесь меньшая часть интервью я буду брать конечно у тех семей которые создают родовые поместья здесь красиво ну а как может быть на юге когда там горы всегда на виду вот сейчас зима ну сегодня ночью был заморозок да ну вот всем бы такую зиму теплую и мягкую но меня конечно пугает что еще ни в одном поселении я не не в одном южном поселении именно вот так вот что вот она по краснодар чтобы была решена нарешен вопрос с питьевой водой питьевой воды практически нету и у многих я вижу что питьевую воду покупают и какая перспектива откуда появится питьевая вода пока совершенно непонятно не вернее разумеется конечно когда там тысячи гектар под родовыми поместьями зарастут лесами то эти леса создадут вернут родники и вода питьевая будет но это же это десятилетие и возможно что вот такой вот пермакультурный подход как у хозяина этого поместья он ускорит возникновение леса лесов тут даже леса садов или же еще что-то приду придумаем чего такого еще не существует и питьевая вода южных поселениях появится все я пошел трудиться напоминаю что нужно я собираю деньги на жесткий диск для новых съемок и на обратный билет уже в карелию обрабатывать отснятый материал далее я рассчитываю продолжить съемки феврале ярославской области вот меня туда приглашают и я хочу туда поехать за сим все быть добру